Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о таком знаменитом празднике, особенно среди российского студенчества, Татьянин день. Все наверняка о нем слышали, но мало кто знает историю этого праздника. Так вот, Александр Коноплев изучил данный вопрос на страницах периодической печати. Указ об основании Московского университета для общей отечеству славы императрица Елизавета Петровна подписала 12 или 25 января по старому стилю 1755 года в день памяти великомученице Татьяны. Граф Иван Иванович Шувалов, будущий куратор университета, специально подал ей в этот день прошение. Этот день был именем его матери Татьяны Шуваловой. Так родился праздник, Татьянин день, который стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее как праздник всех студентов. Позже в одном из флигелей старого здания МГУ была создана домовая церковь святой мученицы Татьяны, а сама святая объявлена покровительницей студенчества. Празднование этого дня в Российской империи было шумным и веселым. Поначалу его отмечали только в Москве. Начинался праздник с официальных церемоний в здании университета. Затем гуляния проходили по городу. Француз Оливье, хозяин Эрмитажа, одного из самых роскошных московских ресторанов, даже отдавал студентам и профессорам один зал, где они единственный раз в году могли выпить вместе. Из залы выносятся растения. Все, что есть дорогого, ценного, все, что только можно вынести. Фарфоровая посуда заменяется глиняной. Число студентов растет с каждой минуты, рассказывал литератор начала 20 века Иванов. Обед сопровождался тостами, речами, пением. Исчезает вино и закуска, появляется водка и пиво. Поднимается невообразимая кутюрьма. Все уже пьяны. Кто не пьян, хочет показаться, что он пьян. Все безумствуют. Опьяняют себя этим безумием. Поцаряется беспредельная свобода. А в 1885 году Антон Павлович Чехов писал. В этом году выпито все, кроме Москвы и реки. И то, благодаря тому, что она замерзла. В этот день царские жандармы, встретив подгулявшего студента, не трогали его, а даже предлагали помочь. После революции Татьянин день воспринимали, вспоминали редко. А в 1923 году его вообще заменили на день пролетарского студенчества, который особо не отмечали. Праздник вернулся в МГУ в 1995 году. Немалая заслуга в этом ректора Садовничева. Осветили университетскую церковь Святой Татьяны, выселив из нее студенческий театр, который располагался там с 1922 года. Попытались некогда веселый и вольный праздник связать с серьезными вещами. Но студенты, им лишь бы отметить, как и 100 лет назад, они пьют вино, устраивают фейерверки и веселятся до упаду. Официально 25 января назначен днем студента. Путин в 2005 году. Это последний день 21 учебной недели и конец экзаменационной сессии первого семестра. За ним наступают зимние студенческие каникулы. Существуют приметы. На Татьяну проглянет солнышко рано, к раннему прилету птиц. Солнце красно заходит к ветру. На Татьяну обычно бывает мороз. Если на Татьяну идет снег, лето будет дождливое. Если на Татьяну сессия сдана, жди стипендия будет. Вот такая вот занимательная информация была сегодня вам предоставлена. Если вам что-то понравилось, заинтересовало, подпишите.